В середине июля в Казахстане начались выплаты по программе Баката-Отбаса. Ежегодно в течение трех лет членам многодетных неполных семей и тех, где воспитывают детей инвалидов, будут выдавать по 6 тысяч льготных займов по 2% годовых. О том, как проходит реализация программы в регионах страны, расскажут наши корреспонденты. С 15 июля по всей стране начались выплаты по программе Баката-Отбаса. За последние несколько лет количество желающих получить льготные квартиры в регионах увеличилось более чем в два раза и составило почти полмиллиона человек. Так, в Атараусской области более 8,5 тысяч семей находятся в списке ожидания на покупку жилья. Всего по данной программе Атараускому региону выделено 2,5 миллиарда тенге. Местным исполнительным властям всех городов и районов области дано поручение начать немедленную реализацию программы и сократить количество людей в очередях, особенно категории первоочередников. Абуральский за три дня около 30 человек получили направление в банк на льготное кредитование на жилье по программе Баката-Отбаса. Всего в этом году в регионе планируется оформить 260 заявок. Кредит по 2% годовых выдается на 20 лет. Можно привлечь и созаемщиков, если по критериям банка дохода семьи не хватает на оформление займа. При этом выбрать и купить разрешено как квартиру, так и частный дом. Но стоимость жилья не должна превышать 10 миллионов тенге. Стою в очереди как неполная семья. Уже 15 лет, с 2004 года, с января. Вот я вдова, и вот уже выросли дети. Все, я стою, позвонила отсюда менеджер и пригласила на программу, которая называется Баката-Отбаса. Доход не должен превышать 42 500 тенге на каждого члена семьи. После подтверждения дохода клиент находит недвижимость, вносит 10% от стоимости квартиры, сумма которого кредита не должна превышать по городу Уральску 10 миллионов тенге и по всей области. После того, как он внесет 10% оформить договор купли-продажи, мы выгоняем деньги продавцу. И клиент оплачивает ипотеку по 2% годовых. С введением программы Баката-Отбаса правительство страны планирует уже до конца этого года сдать около 13 миллионов квадратных метров жилья и тем самым уменьшить число очередников. В свою очередь, президент страны Касым Жумар Тукаев поставил новую задачу по жилищным программам для казахстанцев. Назрела необходимость консолидировать их в единую понятную жилищную политику. И до 1 сентября глава государства ждет от Кабмина предложений по этому вопросу. Данаи Сатай, Хабар, 24.